Я точно знаю, вы тоже проверяли, что каждый человек в той или иной мере одарён навыками общения, общения в социуме. И вот вы при общении много раз контролировали собственное поведение и не могли контролировать поведение других людей. Ведь жизнь в социуме невозможна без этих личностных отношений. И в этом случае принимаются какие-то определённые решения, достигаются компромиссы. Но если говорить каким-то научным языком, в этом участвует эмоциональный интеллект. Этот эмоциональный интеллект – это набор определённых навыков. Умений, необходимые для поддержания собственного эмоционального состояния. Собственного эмоционального состояния – это очень важно. И умение манипулировать эмоциональным состоянием других людей, когда вы выстраиваете отношения. А здесь очень сильно участвует лимбическая система, ретикулярная информация и особенно зеркальные нейроны. Ведь наш эмоциональный интеллект включает правильное восприятие вот этой реальной действительности в карте стаи. Переработку этой получаемой информации. И когда переработали, реагирование на эту информацию с учётом тех или иных эмоций и тех или иных задач. Или хотите, чтобы было. Ну, вы поняли по моему невербальному языку. Так вот, это гармоничное сочетание эмоциональных и мыслительных процессов, мы можем увеличить эффективность их в разы. И тогда мы можем лучше реагировать и действовать в социуме без каких-то лишних потерь. Находить своё место в социуме, находить друзей или расправляться с врагами. Ведь вы часто, ну, как-то не очень верно реагировали на какие-то посылы других людей. Ваша эмоциональность, вот это внутреннее состояние зашкаливало. Потому что вы неадекватно воспринимали полученную информацию. Вот поэтому эмоциональный интеллект являет вот такую уникальную способность человека, внимание, способность человека распознавать чужие эмоции. Мы должны понимать чужие эмоции, понимать намерения этих окружающих людей через их эмоции, их мотивацию и руководить собственными эмоциями, чтобы сопоставить эти стремления с нашими целями. Ну и, наверное, учитывать цели окружающих. И тогда мы будем приходить к взаимовыгодному результату для той и другой стороны общения. Ну, что такое взаимовыгодное, это, как говорится, ваша задача. Но вот этот эмоциональный интеллект можно и нужно развивать. Ну, для этого пройдите небольшой тренинг. Дома, самостоятельно, ну, больше месяца это точно, по определенному алгоритму. А файл вы можете у меня скачать из Яндекс.Облака. В этом файле есть и слова, есть рекомендации, упражнения описаны, даны ролики, где я показываю, как тренировать эмоциональный интеллект. Вы будете заниматься по этим упражнениям, по этим заданиям, по этим роликам месяц-полтора. А думаете, это так-то легко и просто научиться владеть своими эмоциями и их выдавать в определенном месте с определенным человеком по определенной задаче. А то ваши эмоции зашкаливают, и вы тут уже с теми людьми, которыми не хотели ругаться, поругались. С теми людьми, которые вас поругали, вы в чмо превратились, вас обосрали. И что получается? Какое качество жизни? 400 рублей скачали из облака этот файл. Ну, позанимались, ну, месяц, ну, два месяца позанимались. Можете даже задавать мне вопросы, письменно отвечу, бесплатно. А если возьмете по скайпу, там, 30 минут за 600 рублей совет какой-то, несколько раз, это будет большая выгода. А выгода в чем? Чтобы это общение с учетом собственных эмоций, сопоставляя их собственными стремлениями и руководствуясь эмоциями в ваших собеседниках, приводило к взаимовыгодному результату обеих сторон. Потому что не всегда нужно драться, а находить компромисс. Пишите мне, я вам дам ссылку на этот файл, и вам это очень полезно и нужно. Подписывайтесь на мой канал. Я вам отвечу по скайпу, многие ваши вопросы будут решены. Спасибо.